Для чего Лукашенко 2С, если даже по словам исполнительного директора Белорусской Ассоциации Возобновляемой Энергетики, Нистюка, на Deutsche Welling, электроэнергию с атомной электростанции в островце продавать просто некому? Лукашенко говорит, лишней не будет. Вот для чего? Вы как лингвист понимаете смысл слова «прорабатывается». Я помню, в 95-м году прорабатывался вопрос таможенного союза, прорабатывался вопрос единой валюты. Мало ли что может где-то прорабатываться. Вопрос прорабатываться – это, знаете, когда у тебя нечем платить по кредиту за Белорусс. Когда ты понимаешь, что ты попал в очень сложную ситуацию с сбытом электроэнергии. Надо тебе каким-то образом увлечь кредитора и того человека, который строил, для того чтобы замануху… Слушайте, давай ты сначала вторую построишь, может быть, да? А потом мы поговорим по поводу отдачи и обслуживания первого кредита. Поэтому я ничего другого не вижу, как затягивание времени, создание порочной мотивации у Росатома и Кириенко, которые все это дело курируют и зарабатывают, безусловно, на этом деле. И надежда одна, то есть как-то парадоксально, на то, чтобы Украина окончательно победила нацистскую Россию, а там будет нет до кредитов, можно будет легко договориться за списание. Лукашенко выступит свидетелями в каком-нибудь там Харьковском или Мариупольском суде, где скажет, да меня с винтовкой Калашникова вам принуждали или там с этим, как его, полонием к подписанию определенных вещей, к тому, чтобы вот через мою территорию зашли нацистские, российские агрессоры и все. Никакого экономического смысла, подчеркиваю, коммерческого здесь нет. Здесь четкая мотивация для освоителей бюджетных российских денег и Росатома, для того, чтобы они заработали себе там и откатили пару миллиардов долларов. Все. А что дальше с этим делать? Ну, знаете, помните, они же в 2003 начали говорить об этом, а первый там, по-моему, блок был введен там в 20-м или в 21-м году, да? Вот. И судя по тому, как они строили первый блок, как сдавали, помните, кидали этот реактор там, что там не того, это просто делается для того, чтобы вот затянуть расистов в какой-то проект, создать вот там, значит, какие-то коррупционные вещи в надежде на то, что это никогда не сработает. Ярослав, а как правильно считать эффективность Белорусской АЭС? То есть, ну вот, потому что мы же люди далекие от цифр и тем более от атомной энергетики. Как правильно посчитать эффективность Белорусской АЭС? Знаете, эффективность коммерческого проекта считается всегда исходя из какой-то рентабельности, окупаемости. Исходя из того, там, сколько удалось продать, загрузить на полную мощность, неполную мощность в контексте того, сколько вообще ее эксплуатируют, там, 50 лет или сколько. Вот. Поэтому, когда, я помню, еще раз повторю, в середине 90-х стоимость электроэнергии с Игнолинской тогда АЭС, или там Смоленская, была где-то 0,07 цента, даже 0,1 цента не была. То есть, это действительно одна из самых-самых дешевых, там, гидроэлектроэнергия еще, может быть, еще немножко дешевле даже, но она, ее можно было продавать там очень-очень даже дешево. Когда мы видим, что ценник за электроэнергию для промышленных предприятий 10 центов, да, то это, конечно же, огромная рентабельность. И для того, чтобы понять, сколько на самом деле эффективность, вам нужно посмотреть на бумаги конкретные по издержкам производства, собственно, Росатом. Вот. Это, конечно, очень секретная информация, она засекречена, поэтому никто вам не скажет, сколько так по-настоящему издержки производства или себестоимость вот этой самой продукции. Знаете, как вот себестоимость добычи нефти и газа, да, вот сколько она. Они продают там за 300, да, или там для Беларуси 129 плюс НДС, вот, а сколько на самом деле это стоит добыть, да, и там разные цифры ходят где-то 15-20 максимум. То же самое по нефти. Представляете, вот, если ты какой-то там из земли товар достаешь по 10-15, а продаешь с накруткой в 20 раз. Тут можно создавать огромное количество, там, посредников, структур, там, зарабатывать на оборудование, потому что ты знаешь, что этот вот ключ из земли, он не перестает бить, пока там есть какие-то запасы. Да. Ну, смотрите, вот хоть какие-то плюсы вы можете хотя бы так теоретически обозначить от строительства Белаяс? Потому что все, мы говорим как-то все, то не так, это не эдак, не хорошо. Нет, знаете, вот, ну, конечно, конкретным людям, которые работают в островце, получают хорошие заработные платы. Те, которые осваивают, обслуживают, довозят, договариваются, это, безусловно, выгодополучатели. Костя, в нашей стране эта система, которую мы, повторю, 3% распорядителей потребителей чужого прекрасно живут за счет 97% населения. Если вы, там, правдами, неправдами, ломая моральные принципы, христианские ценности, собственную совесть попали в 3%, и вам с этим, там, какое-то время хорошо, ну, ради бога, но потом придет расплата, как это вот вам сказать. Спросите у чижа, спросите у многих других товарищей, которые 20 лет ходили в королях, ходили, попирая все принципы, говорили, какой замечательный Лукашенко, и сейчас где они? Вот и все, там, у многих других людей, которые, там, тот же Муравьев, там, который тоже, там, договаривался, десятки, сотни людей, которые были, там, в топе власти, все, но потом, когда они, вот, их использовали, выкинули на мусорку, да, когда они 60+, они никто, и звать их никак, и в своей родной стране, они изгои от своих внуков, они вынуждены, там, присмыкаться, ну, да, не по самым бедным кварталам европейских и альзиатских стран, вот это ли будущее, друзья, которое вы хотите своим детям и внукам? Подумайте. Ну, это вы сейчас говорите об этих трех процентах, когда зао семья, там, и приближенные, а все-таки, а для страны, для людей, ну, неужели же никаких плюсов от строительства нет? Вообще никаких? Вот, для меня конкретный плюс был бы, да, вот, если бы вышел, там, бывший, тогда еще, пример, Семашка и сказал, вот, смотрите, друзья, мы продаем населению по 6 центов, датируем электроэнергию после ввода БЛС, мы будем продавать по 3 цента, поэтому вы можете не покупать энергосберегающие лампочки. Так растет же там все, наоборот. Вот, вот, вот. Второе, если бы вы сказали, например, что промышленное предприятие бизнес, заводите бизнес сюда, потому что у нас будет самая дешевая электроэнергия в Центрально-Восточной Европе, у нас будет не 10, 15, 20 центов киловатт-час, а для многих частных предприятий в Минске по 40-45, а будет 6. И поэтому среди прочих страновых конкурентных преимуществ у нас будет доступная электроэнергия. Вы можете майнить, можете не майнить, можете там производство роботов делать, искусственного интеллекта, но это будет выгодно, поэтому, друзья, welcome to energy rich Belarus, да, но, к сожалению, вот этого не было. И поэтому, когда вы строите такой объект с одной целью, да, чтобы больше денег зарабатывать, вы не зарабатываете, да, чтобы дешевле были или ниже издержки производства, их тоже нету, и чтобы людям жилось хорошо, чтобы, грубо говоря, вы за счет этого объекта могли бы, например, снизить налоги, да, сделать, опустить цены на какие-то товары. То есть вот задача главная, да, но когда вы ничего этого не получаете, вы понимаете, что этот объект с точки зрения страновой конкурентоспособности абсолютно ничтожен. То есть потому что, когда, ну, в смысле, потому что, не то слово всплыло, почему тогда, когда Лукашенко говорит, что это очень и очень выгодно, ну, вернее, почему он это говорит? То есть кому выгодно? Вы же говорите, денег не приносят по кредиту, дали отсрочку, да, 13 лет назад дали кредит, и вот в сентябре 23-го Путин подписал отсрочку. То есть что, получается, извините, бабок вообще нет? Что имеет в виду Лукашенко, когда он говорит, что это очень и очень выгодно? Он имеет в виду выгоду как раз для тех людей, которые его поддерживают. Когда Лукашенко говорит, что у нас выгодная, классная, социально-ориентированная модель, на кого он ориентируется? На этих самых вот держателей полосатых палочек, черных мантий, шлагбаумов и всех прочих людей, когда он говорит, что Беларусь страна для жизни, он для кого говорит, для жизни кого он говорит? Он имеет в виду вот тех самых там, ну 5-10% людей, которые там по-прежнему считают, что он лучший вообще и как Беларуси повезло. Поэтому, когда вот с этими оборотами речи, надо понимать, кому он обращается, на кого он ориентируется, и даже где бы он ни был, там в Шоссе, в Москве, там в акваториальной Гвинеи, вот может быть в, как это, как это страна? В Сватине поедет, может быть в Сватине тоже скажут, мы братские народы, давайте вместе дружить. Так что вот это вот треп, тем более 70+, его, знаете, я в 95-м году написал, по-моему, три материала тогда, еще газета Андрея Климова была, типа Лукашенко сказал, я подумал. Он тогда ляпал вещи просто абсолютно несуразные, да? А сейчас, когда у него, как он сам же говорит, усталость накопилась, и нервная, и психологическая, и психическая, ну тут же сложнее найти логические вещи, чем несуразные. Построят вторую на юге? Нет. Не построят? Почему? Не построят, потому что не успеют, потому что рашки не будет денег, и могут начать какие-то там работы, понимаете, имитационные, но ввести полноценно в строй вторую АЭС не сумеют по техническим, логическим, другим сообщениям. Потому что для Лукашенко, вот что он сейчас делает? Он втягивает РОСАТОМ и правительство России в очередную там проект. Знаете, это когда вот условно вы пришли, вы одолжили у человека какую-то большую сумму денег, да? Он пришел, говорит, ну Костя, давай, потому что уже время прошло, говорит, слушай, а у меня еще такой классный проект, давай вместе сделаем, заработаем, да? А через пять лет я точно тебе начну гораздо больше давать. И ты, блин, с одной стороны, ну, блин, ну, вроде бы щемит человека там утюгом пытать не очень, да? А через пять лет, ну, ты и соглашаешься. А поскольку у Путина сейчас на голове совершенно другие проблемы, ну, он-то на это все внимания не обращает. Ну, все-таки, мне кажется, это какая-то политика. Такие они уже дурные, это россияне, что верит Лукашенко с его проектами. Нет, причем тут дурные? Конкретно РОСАТОМ Кириенко, это конкретно люди, которые пилят миллиарды долларов, Константин. То есть это то же самое, когда, помните, были эти креветки белорусские, киви белорусские. Это же не про Беларусь было, это про то, что оргпреступные сетевые компании России, которые крышуются ФСБ и другими структурами, использовали Беларусь в качестве посредника, там перекладывали ящики, переклеивали этикетки для того, чтобы зарабатывать. Лукашенко берет в кроме судей с 15% и все, и сидит, молчит. То же самое здесь, поэтому до тех пор, пока в России будут пилить бюджет миллиардами долларов, десятками миллиардов долларов, Лукашенко будет встраиваться в определенные потоки и помогать определенным лицам зарабатывать, как он зарабатывает, например, на 30 этих инвестиционных проектов, которые якобы начали реализовываться в Беларуси. Ладно, проехали, понятно с этой темой. Дальше про границу интересно у вас спросить. Да, появились сообщения в конце прошлой недели, что беларусов с бытовой техникой, да и с другими товарами, причем там непредиздательного свойства, разворачивают. Разворачивают поляки, вот ссылаясь на какое-то новое постановление там свое. Что происходит? Почему это происходит? Зачем это Польша? Я думаю, что это идет такой накат или убеждение, мягко говоря, Лукашенко отпустить Андрея Почобута и перестать дискриминировать поляков в Беларуси, потому что для них это дело чести. Для Сикорского, для Туска он лично, Сикорский тем более лично знает Лукашенко, сколько раз от Лукашенко получал какие-то обещания, поэтому он понимает очень хорошо психологию Лукашенко. Он понимает только исключительно сил. И вот там, значит, на 24 часа блокировка железной дороги. Потом вот, пожалуйста, вот эти с этими... То есть это то, что вызывает гнев, недоумение и вопросы у самых разных слоев. Например, по людям, которые с этими duty-free товарами, они, конечно же, представляете, им скажут, что вопрос же в том, что поляки это подают в качестве меры по защите от агрессоров, потому что вот сумками, ченочниками, как мы уже недавно узнали, и русские и белорусы возят вещи, через которых делают оружие. Поэтому формально, вот, поляки говорят, до выяснения обстоятельств, до внесения новых регламентов мы будем это делать. А это может затянуться на месяц, два, три. То же самое по железнодороге. Какая-нибудь техническая вещь, там мы нашли подозрительные объекты, мы вдруг поняли, что там может быть какая-то провокация, поэтому мы вот приостановили железнодорожный транзит. И это, знаете, такой асимметричный ответ, смысл которого Лукашенко понятен, потому что именно так он поступает с теми же мигрантами, которые атакуют Польшу. Якобы Лукашенко ни при чем, да, якобы тут белорусские власти даже не помогают, на этом не зарабатывают. Поэтому, знаете, вот и поляки научились в эту же самую игру играть. Ну, это, безусловно, не про добрососедские отношения, это повышает градус в отношениях между нашими странами. Но поскольку Лукашенко вот же там отпустил, я не знаю, там, подписал по амнистии, не знаю, там, попал ли туда Анджея Почобут, но когда вот Анджея освободят и перестанут освободят всех поляков в Беларуси, тогда я думаю, что ситуация как-то снизит свой градус, хотя, безусловно, для поляков сейчас не только важен вот этот вопрос, как и вопросы военной безопасности, потому что действительно многие вот через эти два с половиной года войны Европейский Союз как-то очень, как бы, беспечно относился к тому, кто и с какими товарами ездит в Польшу, тем более мы знаем и о подготовке терактов белорусами в том числе на территории Польши Европейского Союза. Вот они это все отслеживают и, конечно же, делают выводы. Очень все равно странная логика для меня, например, ну, вы говорите, вот это сигнал Лукашенко, да ему пофиг, что белорус не ввез в себе там холодильник. Не пофиг, это же, знаете, вот один холодильник, один белорус-то одно, а есть там сотни тысяч белорусов, а во-вторых... Сотни тысяч белорусов и так живут, как бы, и миллионы живут, ну, да, плохо, да, Да, ну что они сделают? Ничего не сделают. Это вот капелька-капелька. В Белоруссии нету, там не может быть такого состояния, когда вот проснулись, там, условно, там... Вот если бы Лукашенко, представляете, вот в два раза поднял тарифы на электроэнергию, или поднял бензин не по одной копейке, а там сразу на рубль, да. Ничего бы не было, ну... Стоп-бензин, помните, что стоп-бензин был, да? Да, стоп-бензин был до Окрестина, Ярослав. Да, 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 да. До Окрестина, а после Окрестина уже никакого стоп-бензина не предвидеть. Были, тунеядцы были, поэтому, знаете, вот когда Советский Союз тоже был жесткой талитарной системой, но никто не знал, с какой стороны могло бы быть. Или я помню 91-й год, когда там вся площадь тогда Ленина была заполнена работягами, и потому что они возмущались, перегородили дорогу за повышение цен на табачные изделия. Помните, табак был на проспекте тогда Скорыны, или там Ленина тогда назывался, да, вот возле Почтанта, там магазин табак был. И люди реально, то есть тогда просто был такой бунт, вот, и Советский Союз, и вроде бы там не предвещало ничего. Поэтому, знаете, когда лес сухой, да, почему, говорят, запрещают в лес ходить? Любой чирк. Любой чирк, то же самое здесь. Количество вот Лукашенко своими действиями, там вот, или там, в данной ситуации уже поляки, там, или литовцы помогают, вот, сушат лес, в котором любой чирк может привести к каким-то последствиям, там, значит, которые реально будут очень-очень опасны для устойчивости белорусского режима. Ладно, ладно. Хорошо, давайте теперь к медицине, про очень интересная новость про китайскую медицину. Вернее, не про китайскую, скорее, это новость как раз про белорусскую. И для укалывания. Вот, вот, госучреждениям нашим теперь разрешили закупать незарегистрированные в Беларуси медпрепараты из Китая. Там, если они сертифицированы, значит, норм, не обязательно. То есть сейчас для участия в конкурсах по госзакупке поставщикам надо предоставить только копии сертификата на экспорт и сертификат о регистрации медизделия на территории Китая. Все. Я ничего не знаю про китайскую медицину. Я уверен, что там есть толковые врачи, классные, первоклассные, да, которые лечат там по, так сказать, по науке именно. Но есть же такое понятие, как китайская народная медицина. А они там ее сертифицируют? Может сейчас к нам под видом сертифицированной назначенной медицины попасть пиявка, условно говоря? Вопрос не в пиявке, знаете, такой народная медицина, получаешь ты подарок в день рождения в такой большой ящик. Та-дам, оттуда вылазит какой-нибудь народный целитель из Китая, говорит, давайте я вас вылечу, вашу гангрену или еще какую-нибудь хворь. На самом деле, вот это то, как делается под определенные схемы разного рода ухищрения. Я помню, когда мы делали национальную платформу бизнеса Белоруссии, там делали более 10 лет и писали, что для того, чтобы снизить барьеры входа на рынок качественных лекарств, для того, чтобы белорусы имели доступ к более качественным лекарствам, давайте мы со стран ОСР, из стран Европейского Союза, США, Большой Семерки, там, где действительно нельзя купить сертификат качества, потому что издержки вот такой репутационный, просто гигантский, и вот это все отслеживается. И тогда мы могли бы из Британии, Швейцарии, из Японии получать те самые лекарства, потому что мы понимаем, что там вот этого самопала нет. Но Китай, это не та страна, в которой есть жесткое, там, тотальное подчинение и уважение законов. Китай – это страна, в которой есть одно, два, три, четыре, пять уровней. Есть, конечно, уровень, который работает на мировом рынке, там действительно высочайшие стандарты качества. Вот даже когда, знаете, вот китайцы говорят, мы даже будем банки специально создавать, работающие с Россией, потому что мы не хотим засвечивать и компрометировать банки, которые работают на мировом рынке. Они абсолютно правы, потому что там это вот очень жестко, подпадать под санкции, потерять клиентов, это дорого стоит. То же самое с лекарствами, то же самое с разными там товарами легкой промышленности, бытовой промышленности, автомобилей, машин и строй, всем, 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 всем. То есть есть там три-четыре уровня качества, вот, и само понятие «made in China» может означать как абсолютное дерьмо, так и абсолютный шедевр, да? Поэтому здесь, когда вот такое существует, а еще знаете же, что может быть? У нас же страна Китай – это страна, где Лукашенко засылает своих любимых эмиссаров, где учится, ты знаешь, вы сами знаете кто, вот. И вот этот человек тоже может создать коммерческое предприятие по производству якобы лекарственных препаратов. Это лекарственные препараты, будут делать там, где угодно, и потом без сертификатов, без ничего ввозить на Белоруссию. И более того, будет специальная инструкция Минздрава о том, что вот поставки этой компании приравнивать к товарам отечественного производства и обязать все боликлиники и больницы использовать именно их. Что это будет, мы не знаем. Проверять это будет запрещено. И это реально повышает риски и угрозы здоровья белорусам. Мало ли белорусам, ну белорусы там, знаете, я думаю, что когда ты смотришь на упаковку, ты одно дело, ты там увидишь иероглиф и подумаешь, да, а другое дело, если ты на упаковке увидишь там, сделано по лицензии, соответствует с ГОСТом Белоруссии, что-нибудь написано такого. Это будет просто обман. Поэтому вот это решение Минздрава является типичным лоббистским решением тех, кто делает схематоз китайскими лекарствами, скажем так, лекарствами, произведенными на территории Китая, либо упакованными под Китай, потому что не исключаю, что будет сделано где-нибудь там в разливальных, расфасованных фабриках Белоруссии, заводах, да, которые будут поступать потом в белорусскую сеть под видом сделанных в Китае. Поэтому очень-очень, друзья, опасные, поэтому 20 раз смотрите, что вы покупаете в аптеках, потому что редкость оригиналов становится уже реальным феноменом нашей жизни. Ну, то есть вопрос не в специфике китайской народной медицины, совершенно не в этом, а вопрос просто в том, что там можно засертифицировать все, что угодно, начиная от пиявок, если да, и заканчивая действительно хорошим, нормальным. Ну, с другой стороны, как разобраться, то есть, ну вот как разобраться, берешь, там покупаешь таблетки. Не покупайте, не покупайте. Так а если других газет-то нету, только советские, как не покупать? Ну, травки тогда, тогда сосед, тогда просите. Помните, мы когда с вами говорили в отношении того, что делать? Надо иметь нелегальные, полусерые компании по поставке региональных лекарств. Через границу, вот Польши, да, в том числе Литвы, можно купить, завести там не только товары, которые продаются на рынке Южный в Гродно, да, можно продать и лекарства. Поэтому всегда имейте возможность запасы лекарств, да. Я в отношении там страны производства. А вы знаете, где производился спирт-рояль, который ему травили там пол постсоветского пространства в начале 90-х? В Германии. Да. Немцы даже вообще, да, немцы даже не знали, что такое. Потому что я знаю, почему, что это делали там, в том числе, поляки. Вот, заработали огромные деньги тогда на этом рояле, там, потом эти люди, которые над этим работали, взорвали, убили, понятное дело. Вот, но тот, вот немцы, которые там, ну, вот, пожалуйста, производство, можно, можно. Вот они начали, вперед делали. Так что сама страна может даже, думаю, что СИИ точно не заинтересована в том, чтобы там какие-то там поддельные лекарства получались или шли на территорию Беларуси. Но от СИИ до конкретного бизнесмена, какой-нибудь там 29-я провинция, огромная дистанция. Понятно, да. Ой, друзья, что тут сказать? Будьте бдительны, вот и все, что морское. Что еще мы можем сделать? Только проверенные лекарства, только проверенных производителей лучше убедитесь. Да, погуглите хотя бы, в конце концов. Да, да, да. Про экспорт немножко, и не про экспорт калия, а про экспорт вина. Очень интересная тема. Значит, Россия увеличивает закупки белорусского вина. Сейчас, Ярослав, я мошку прибью, это просто невыносимо, извините. Ну, просто невыносимо. Только одна, откуда она взялась там? Это потому, чтобы Людмилу куда-то, Людмилу куда-то закопали. С Людой не настолько все плохо. И, кстати, вы так это про закопали аккуратно. Тут на зеркале новость. Жительницу Витебска закопали заживо после вечеринки в квартире. Блин, вот только что пришло. Да, ладно, чертся. Витебские стандарты, да. Ну, я ж Витебский. Про вино. Россия увеличивает закупки белорусского вина. Такая радостная для Беларуси новость. Вот, бренды, которые, как бы, копируют или напоминают названия западных, очень большей популярностью пользуются, да. Но при этом, например, глава винного дома Абрау-Дюрсо Борис Титов говорит, что это какая-то такая не совсем добросовестная. И вообще это шмурдяк. Везут белорусский шмурдяк к нам. Да, то есть, с одной стороны, есть договоренность в больших кабинетах, в высоких кабинетах. С другой стороны, есть Титов говорит, ну что вы нам, этот шмурдяк. Что тут победит? Здравый смысл, логика или все-таки дружба братская Путина и Лукашенко? И продолжит вести. В России есть разные высокие кабинеты. Борис Титов, который дискредитирует, на самом деле, идеи свободного рынка предпринимательства, который вроде бы выступает за предпринимателя, на самом деле просто является таким тупым, вообще циничным, аморальным лоббистом отдельных секторов экономики России, в том числе бизнеса того же Медведева, для алкогольного бизнеса, типа его не шмурдяк, и он в этих всех схематозиях не участвует. Просто противно. На самом деле, друзья, вот это то, что Лукашенко давным-давно использует. Напомню, что в середине 90-х только начался вот этот первый президентский строк, затянувшийся на 30-плюс лет, вот, два товара обеспечили первое очень большое состояние зао-семья. Это было сигарет и алкоголь. Тогда алкоголь ничего не делали, вот, а потом они начали делать, а что такое, почему бы нет. Схема очень простая. Завозятся там двиноматериалы какие-то, этикетки, колеретки, бутылочки, и пошли гнать все это дело а-ля французская, испанская, там, португальская или какой-нибудь еще, итальянская. И вот и все. Поэтому, как кто-то продает. Нельзя допустить даже мысль о том, что Лукашенко имеет свою независимую сеть сбыта алкогольной продукции в России. Вот есть титовский бизнес алкогольный, а есть лукашенковский, вернее, там, другой крышующий какой-нибудь оргпреступной группировки в России, которая жестко контролирует алкогольный и табачный бизнес. И вот в этой ситуации Лукашенко работает с одними, и Титов работает с другими. И Титов вдруг начал жаловаться на качество. Как будто Беларусь обеспечивает самое плохое качество у этого самого шмурдяка разлива алкогольной продукции а-ля вино, а-ля виски, а-ля бренди. Не покупайте. Вот это все, знаете, а эти пищевые продукции, которые делают в России, там, с разными маслами экзотического качества, это с той же оперы. Поэтому одна группировка сли, с другой группировкой. Титов не выдержал, потому что его группировка проигрывает какие-то определенные сегменты рынка. Словно, ее доля на рынке была там 15%, стала 13%. Тут заводят те люди, которые платят Титову там на карман большие деньги, говорят, ты что, мы тебя за что платим? Для того, чтобы ты боролся с этим шмурдяком. Помните, такие же проблемы были с сахаром, такие же проблемы были там с чем? Ну, табачные изделия, понятное дело. То есть там, где всегда какая-то лукашенковская сеть в России крышует более эффективно, потому что тут они могут получить за счет налогоплательщика выгоду, они просто начинают возмущаться и жаловаться. Помните, молочная ассоциация запретила там то с авушками продукт борется, то и с чем-то. Потом местники сделали это, знаете, когда, если бы это была честная, открытая конкуренция, если бы было одно экономическое пространство, если бы сертификаты там и контрольные органы нельзя было купить, ну тогда бы, словно, можно было подумать, что всегда спор можно решить в суде. Вот если бы, представьте, там, швейцарская полиция арестовала какую-то партию немецкого товара, по подозрению, что это шмурдяк, там, не соответствует документам. Ну, что бы мы ждали? Мы ждали решения суда, экспертизы какой-нибудь, там, лаборатории. И все бы в это поверили. Но когда Титов, на котором клейма негде ставить от лоббистских, там, этих бабок, да, спорит с Лукашенко, там, или с производителями его алкогольной мафии, на котором тоже негде ставить клейма от сапога Александра Ировича, ну, блин, о чем мы говорим? Просто о том, что эти вот вип-распорядители потребителей чужого не поделили какой-то сегмент рынка и не договорились по поводу прибыли. Интересно, что шмурдяк, это же в народе так называют, и про это Титов говорил, так называют продукцию, ну, вино из импортного балка. Балка, что такое балка? Балка, это цистерна вина, это вот балк, да? Я помню когда-то, вот, откуда берется виноматериал для белорусского шампанского, например, с Молдовы возили, да? Так вот, заводят там 10 цистерн условного виноматериала. Это балк. Балк, это вот, знаете, это английское слово. Балк-вайн, да, это вот балковые вина. Я читаю про них, что, простите, я просто, я читаю про них, что это напитки, которые изготовлены из винограда, а не из порошка, и виноматериал для их изготовления поставляется в территории стран, где наблюдается излишек. То есть сначала в Беларусь. Не, у нас же излишек винограда, правда? Вряд ли у нас там. Как у нас креветок много. Там как раз говорится про порошок. Речь идет о том, что балк, это не про порошок или натуральное вино, а про то, как оно. То есть оно условно в бутылках или не в бутылках, оно в цистернах или не в цистернах. Поэтому вопрос в том, что это вот эти технические нормы, да, они там, или помните, когда говорили, арестовывая и блокируя какие-то там товары из молока, говорили, вот мы нашли какую-то там ноль-ноль, какую-то долю, какого-то элемента, который запрещен. И людей пугают, действительно, думают, что в белорусском молоке или мясе какое-нибудь там чуть ли не радиоактивное вещество. На самом деле это просто использование притянутой заущей вещи, которые, например, я знаю, по многим этим претензиям раньше были, они же для того, чтобы предъявить претензию, нужно, чтобы страна была... Ты берешь пробу, да, ты берешь представителя той стороны, вот вы вместе делаете эту пробу, чтобы было не понятно, что это проба. А то получается, какие-то там таможни, какие-то там шулеры взяли эту пробу, сказали, вы знаете, вот этот ваш товар не соответствует действительности, поэтому его не пускаем и вообще запрещаем полностью всю партию. Напомню, в 2014 году, когда началась эта торговая война между Европой и, скажем, Польшей и Россией, тогда Европа и Польша, значит, нашли какую-то партию якобы плохого мяса из Польши и в 100% перекрыли весь экспорт, импорт из Польши польских мясопродуктов в России. Так что, как-то помните, был легендарный просто ветврач или там главврач, санитарный врач России Анищенко, который был таким вот цербером для того, чтобы быть одной из, одним из рычагов вот такой агрессивной политики Кермеля по отношению к Европе и всему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова